Фесс И это второе привлечение город Марокко после Касабланки Основан был в 789 году Идриса I Он сделал Фесс столицей государства Идрисидов Государство Фесс В Фессе имеется интересная мечеть Она называется Аль-Харауин Мы ее позднее увидим Книга рекордов Гиннеса признает ее старейшим в мире Постоянно действующим высшим учебным заведением Она основана в 859 году И вмещает 20 тысяч верующих В ней находится гробница основателя Фесса Идриса II Вот здесь мы видим Королевский дворец Вот эти зеленые крыши Это Королевский дворец Мы позднее подойдем поближе Посмотрим на этот дворец Там красивые ворота и площадь перед ним Мы сейчас находимся в так называемой южной крепости С холма смотрим вниз Фесс сверху И перед нами открыта так называемая Медина Старый центр города Старая Медина называется Фесс-Эль-Бали Она окружена средневековой стеной И это одна из крупнейших пешеходных зон в мире И числится она среди памятников всемирного наследия ЮНЕСКО с 1981 года Есть еще Фесс-Джидид Вторая Медина Основанная в 13 веке Маринидами Этот квартал изобилует памятниками эпохи Маринидов Включая дворец Эмира И облицованный полихромной плиткой Минорет В этом же районе расположена древняя фесская гетто Большая часть жителей которого в последние десятилетия выехала в Израиль И есть еще новый фесс Который был заложен в 1916 году Маршалом Лиотеем В соответствии с принципием европейского градостроительства После подписания в 1912 году фессского договора Марокко на полвека стала французским протекторатом А сейчас мы находимся в крепости Которая основана в 16 веке Это называется Южная крепость Там напротив Север нет них Фесс является не только крупнейшим центром религии, культуры и образования страны Но также старейшим из четырех имперских городов Еще три это Микнес, Маракеш и Рабат То есть в этих городах находится королевский дворец Несмотря на свою многовековую историю Этот удивительный город остался настоящим образцом мусульманского средневековья Где практически ничего не изменилось Извилистые улочки все так же похожи на лабиринты В старых кварталах из века в век живут одни и те же семейства На уличных рынках неизменно продают тапочки бабуши, берберские ковры А городские кожевники все так же обрабатывают кожу По старинным традиционным технологиям Которые передаются от поколения к поколению Этот неповторимый город, яркий и звонкий Представляет собой настоящий памятник древним временам Куда ежегодно стремятся путешественники из разных уголков земного шара Вес находится в зоне средиземноморского климата Благодаря которому лето здесь очень жарко и сухое А зима достаточно прохладная и влажная Также атласские горы влияют на погоду И поэтому есть перепады дневных и ночных температур А также выражена сезонность Летом температура достигает плюс 26 градусов Цельсия Хотя бывало, что и до плюс 45 прогревалось и выше даже А зимой здесь идут дожди И температура в районе плюс 12 Цельсия Фес расположен на северо-востоке страны В районе атласских гор В северных предгорьях гор Поэтому водоемы отсутствуют природного происхождения А растительность в основном это можжевельник Вечно зеленые дубы, карликовые пальмы, кедры Главным угощением Феса является так называемая пастила Это такие слоеные пирожки с голубиным мясом, миндалем и сахаром Мы их не пробовали Также тут продает мясной таджин с айвой, баранина с черносливом, курагой И утку с орехами и изюмом Среди туристов, чтобы пожить в Фесе Популярностью пользуются риады Это старинные дома с живописными садами и роскошным убранством Которые переделаны под гостиницы Они состоят чаще всего из 5-6 небольших, но очень уютных номеров От 113 долларов или от 40 долларов Но есть и традиционные гостиницы Главным товаром Феса являются изделия из кожи Которые продаются в знаменитом квартале Кожевенников Кожу в городе выделывают уже очень давно И мы тоже посетили этот район Обрабатывают ее там по старым рецептам Без применения щелочей и кислот Поэтому за качественными и оригинальными сумками, куртками Сюда устремляются жители всей страны Есть также очень интересная фабрика фарфоровых изделий Мы ее тоже посетим А также магазины одежд В которых продаются шапочки Фески Тапочки бабуши И там же рядом посуда таджины и ювелирные украшения ткани Мы это тоже посмотрим Туристам советуют быть осторожными И мы ходили там с полицейским ночью по Медине Отдельно будет история об этом Стоимость небольшого дома без ремонта Здесь составляет примерно 40 тысяч долларов А за дом с тремя спальнями В отличном состоянии по просьбе около 100 тысяч Более крупная недвижимость Стоит не менее 200 тысяч Ну в общем Интерес появляется у иностранных инвесторов Традиционно районы Но вот такие цены доступны Есть также в Фесе Международный фестиваль сакральной музыки Который проходит в начале июня В это время Это масштабное мероприятие Город наполняется музыкантами Представляющими религиозные общины Из Ближнего Востока, Запада и Азии И в течение всей этой фестивальной недели Тут проходят многочисленные концерты И представления Во время которых можно послушать Вводящих в транс музыку перберов Сакральную музыку кельтов Арабо-андалуцкую музыку И священные гимны Индустана А также увидеть танцы суфийских дервишей из Турции У нас, кстати, даже появились ассоциации по защите травмужин в Марокко Серьезно, серьезно В Касаблаке и в Рабате Есть такие ассоциации Куда ходят мужчины, которые прошли через какое-то женское насилие В плане сексуальное, маралное и физическое Это не шутка Так и есть Затем Ассоциации 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 Вот это, кстати, южная крепость, с которой были сняты виды на весь этот ФЕС, который мы сейчас видели. У нее ничего такого исторического особого нет. Там военный гарнизон расположен просто. Современный сейчас для охраны этого города. Вот сверху будут пушками палить. Я попытаюсь тут вникнуть в эти хитросплетения династий. Как я сказал, поселение вот это ФЕС на восточном берегу реки было основано около 789 года Идрисом I. Дальше часть города основал еще его сын Идрис II. Он сделал ФЕС столицей государства Идрисидов, государство ФЕС. И потом Аль-Моравиды уже в XI веке объединили обе части города. А потом уже при Аль-Мухадах в конце XII века ФЕС стал одним из крупнейших городов всего исламского мира. И в середине XIV века Мариниды уже установили ФЕС, поставили его как столицу Марокко и построили новое здание. Таким образом мы сначала имеем сначала Идрисидов, потом Маринидов. Вот Идрисиды это арабская династия, правившая на западе Северной Африки в 789-985 годах. Идрис I, он был потомком Али-Ибн-Абу-Талиба. А это был двоюродный брат, зять и сподвижник пророка Мухаммеда. Это был четвертый праведный халиф в 650 году. Первый из 12 почитаемых шиитами имамов. Единственный человек, родившийся в Каабе, первый ребенок среди лиц мужского пола, принявший ислам. Так вот его потомком был Идрис. И он в 784 году от преследований аббасидов бежал на запад Северной Африки. И там он был признан имамом и основал Фес. А аббасиды, которые его преследовали, это была династия арабских халифов, происходившая от Аббаса, дяди пророка Бухаммеда. Эти аббасиды, они свергли аммиядов на всем халифате. Вот от их преследований он и бежал. А аммияды, это тоже была династия халифов. Но аббасиды их всех уничтожили. Короче, Идрис основал Фес. Царствовал там недолго. В 791 году умер. Хотя шииты думают, он был отравлен по указанию аббасидского халифа Харун Арашида. А Гаруна Аль-Арашид, это как раз тот, которого воспели в 1001 ночи. В сказках Николай Глазков писал, был Гаруна Аль-Арашид когда-то полновластным халифом Багдада. Короче, этот Гаруна Аль-Арашид отравил этого Идриса. Но у Идриса был сын, он родился после смерти отца, Идрис второй. И он перенес столицу государства Фес. В современном Марокко Идрис первый считается основоположником национальной государственности. То значит Идрис первый Ибн Абдуллах. Амариниды это берберская династия в Марокко. Она пришла в 12 веке. Их там было почти 30 разных царей. И они правили до 1465 года. Султаны там были. Такой султан Абу-Заид построил в Фесе много медресе. Там были среди них Распори. Абу-Хасан такой был там. Он предпринял попытку объединения Магриба. Ну а в Фесе они осуществляли градостроительную деятельность. И пытались централизировать управление. Тут надо понимать. Вот эти центры арабской учености. Когда-то все эти медресе. Вот был же расцвет арабской культуры когда-то. Аристотеля между прочим изучали. Вот и арабская письменность. Цифры арабские. Они в то время здесь как раз в Фесе и были. Изобретены. Они были основаны на том сколько в них углов. В одном один угол. Цифра один. В нем один угол. Цифра два. В нем два угла. Цифра три. В ней три угла. Вот это обозначали первые арабские цифры. А четыре. В ней четыре угла. Она пишется четыре вот так. Пишется арабская. Углами. Они как иногда по-русски пишут четыре. Хотя по-русски тоже пишут четыре уголочком. Иногда на монетках на арабских четыре пишется угловато так. То есть с острием наверху. Они как буквой Ч. Пройдя через узкие коридоры старого города, мы пришли в хамам. Хамам это спа. Не совсем баня, но массажные и спа, которых много в фесе. И чтобы получить опыт, там в хамаме есть свой ритуал. Там есть теплая комната, где привыкаешь к теплу. Потом горячая комната. Выводит всю грязь, которая скрыта в порах. Всякие чудеса на кожу делает. Есть теплая комната. Там намыливают тебя. Предлагают помыть спину. Смывают. И холодная есть комната. После ванны туда выходишь. И еще натирают агаровым маслом. Массаж делают. Специальный персонаж для этого обученный. Вот такая узкая лесенка, украшенная мозаикой, ведет в таинственную комнату в полумраке. Где нас угостили марокканским чаем с мятой и сладостями. Вот эта девушка сделала мне массаж. Очень сладкая была. Но не только одна. Там еще двое мужиков тоже. В общем, там несколько комнат. В разных комнатах переходите из одной в другую. И там тебе делают массаж. И пар и резиновой мочалкой тебя полируют. А это при выходе из спа. Из хамама. Был такой рынок. Ну, конечно, экспириенс в этом спа был своеобразный. Незабываемый. Это наш отель. Очень красивый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok